Не все животные такие милые, как гигантская панда или маленький мопсик. Но у каждого животного есть своя роль, и каждый организм важен. Как говорится, красота – страшная сила. Всем привет, меня зовут Антон, и в данном видео у нас ТОП самых уродливых животных в мире. Ну что, поехали! Полюбуемся зверушками! Калифорнийский кондор – одна из самых редких птиц в мире и самая крупная летающая наземная птица Северной Америки. Грациозная птица выглядит величественно, когда пролетает высоко над каньонами и пустынями западного побережья Америки. Однако, вблизи эта птица не так фотогенична – сутулая, с морщинистой шеей, вторым подбородком и лысой головой. Цвет кожи варьируется от серого у молодых птиц до желтого и ярко-оранжевого у взрослых особей. Кондор – это мусорщик и питается свежей падалью. Эти пернатые хищники не имеют природных врагов, а продолжительность их жизни составляет около 50 лет. Эти птицы приблизились к точке вымирания в конце 70-х годов, когда их существовало всего несколько десятков. Ученые начали программу разведения в неволе, и по последним данным число особей превысило более 500. Половина из которых обитают в дикой природе. Человек мог бы уйти в глубокую депрессию, имея такой нос. Но для обезьяны с хоботком, чем больше нос, тем лучше. В теории о большой длине носа предполагают, что это может быть связано с сексуальным отбором у самок, которые предпочитают более громкие вокализации, а размер носа увеличивает громкость голоса. Обезьяны-хоботки обычно живут группами, состоящими из одного взрослого самца, несколько взрослых самок и их потомства. Также могут существовать исключительно мужские группы. Эти любопытные на вид обезьяны также являются удивительными пловцами, благодаря своим перепончатым лапам и рукам. На самом деле, они настолько талантливы, что часто могут плавать быстрее крокодилов и способны плавать под водой на глубину до 20 метров. Известно, что они прыгают с деревьев в воду, при этом ударяясь своим большим животом при погружении в воду. Больно, наверное. А также могут переплывать реки. Эта неаппетитная, причудливо выглядящая рыба, не поверите, является деликатесом. Но в течение многих лет люди не хотели есть эту рыбу, а все потому, что она уродлива. Ф-повара в конце концов поняли, что ее внешний вид обманчив, и теперь она появилась в меню всевозможных изысканных ресторанов. Петнистой кожей, неприглядным привкусом и причудливой фигурой, морские черты, или как их еще называют, рыбы дьявола, несомненно, уродливы. Но плюс ко всему, из-за огромных голов, усеянных острыми как бритва зубами, они также выглядят ужасно злобными. Скажите честно, у вас разыгрался аппетит при виде этой рыбки? Жду вашего мнения в комментариях под этим видео. Наверное, трудно поддерживать свою самооценку о себе, если вы – лысая крыса. Верно. Но это не проблема для голого землекопа. Голые землекопы почти слепы, но им не нужно хорошо видеть вечно темноте своих нор. Эти замечательные существа, обитающие в Восточной Африке, могут долгое время обходиться без кислорода, имеют высокий болевой порог и, кажется, не стареют. Их продолжительность жизни удивительно велика для грызунов. Известно, что они живут около 30 лет. Это странное маленькое животное живет в колониях, которые больше похожи на колонии муравьев и термитов, чем на млекопитающих. В колонии доминирует королева, и она – единственная самка, которой разрешено размножаться. Как и в случае с пчелами, размножение – ее единственная работа. А все остальные голые землекопы в колонии выполняют работу по воспитанию детенышей, защите колонии от захватчиков и поддержанию порядка в туннелях и камерах. Разнообразие животного мира не перестает удивлять. Нарушая привычные понятия. Вот, оказывается, существует рыба, которая не умеет плавать. Что? Нет, она, конечно, плавает. Но со стороны это больше похоже на прогулку по дну при помощи плавников. Эта рыба не топырит Дарвина. Когда эти рыбки достигают зрелого возраста, они используют свой спиной плавник в качестве рыболовной приманки для привлечения добычи, а не для плавания. У этой рыбки необычный вид. Некрасивый длинный нос, губы яркого красного цвета. Как будто она их накрасила губной помадой. Некоторые ученые считают, что их губы связаны с привлечением партнеров. Блин, как это возможно? Я сейчас как будто описал свою химичку из школы. Боже, сколько лет прошла до сих пор, помню. Фу, аж дрожь по телу. Просто один в один. Несмотря на не очень приятную и даже отталкивающую внешность, рыбка совершенно безобидна. Живет себе на дне практически всю жизнь на одном месте. Не, ну это точно про мою химичку. Охотится на мелких ребешек, креветок и моллюсков. Эти странные рыбы в основном водятся у побережья Галапаготских островов на большой глубине. А продолжительность их жизни составляет 8-10 лет. Возможно, несправедливо судить о рыбе, вытащенной из воды. Но рыба-капля больше похожа на комок слизи, чем на живое существо. Форма тела этого уникального создания действительно напоминает каплю. Да и структура тела полностью соответствует названию. Поскольку отличается текучей студенистой субстанцией, больше похожей на желатин. Еще одной важной чертой выступает то, что у нее нет плавательного пузыря, как у обычных рыб. Все удивительные особенности капли имеет из-за ее обитания на огромнейшей глубине, где очень большое давление воды. Плавательный пузырь бы его не выдержал и треснул. Рыба-шарик с эстетическими проблемами однажды была признана самым уродливым животным в мире, в онлайн-опросе, проведенном британским сообществом охраны уродливых животных. Друзья, какая зверушка из нашего топа вам понравилась больше всего? Напишите в комментариях под этим видео. Мне будет интересно ознакомиться с вашим мнением. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ведь дальше будет еще интереснее. До новых встреч!